Здравствуйте! Ну что, вы свою часть работ закончили? 1 сентября. Как и обещали. Посмотрим. Мы вначале в одной группе посмотрим, учитывая, что здесь уже другие сроки были предназначены. Ваш объект? У нас здесь стоящий кроме плоскостных первой этапы, у нас здесь две части. Первая часть – это входная, входная арка с полукруглым ограждением. И вторая часть – за ним, между аркой и сделанным уже объектом. То есть это ступень, в общем-то, требуется полная зона. В следующий день подрядчик ведет работу. И у нас 5-го числа, 2-го, да? 2-го. 2-го числа окончание аукциона по отделению подрядчиков. Двое, как мы видим, это на двумую часть. Контракт у окончания работ стоит 25-го ноября. Мы планируем работать. До ноября? До ноября. А, до ноября. Какие работы планируете выполнять? В ноябре у нас будут конусовые санкрасуры. У нас денег и так много, чтобы их зарывать. Санкт-Петербург. Мы планируем, что центральная часть у нас в плитке идет. И основная, вот дорожка и вот там 1000 метров – это у нас асфальт. То есть в октябре мы отыгрываем. В октябре мы сделаем асфальт и подготовительную часть дорожки. То есть основание. Вот. И уже там мы все плитку будем. А почему вы заканули так? Вот смотрите. Мы говорим о том, что благотворительный проект был реализован до 1 сентября. У нас работы выполнены. Мы сейчас посмотрим, кто он. А что касается входной группы. Изначально было дано за вами, за городом. Но можно же было синхронизировать. Я не говорю уже о том, что в сентябре можно было сделать в сентябре. Сейчас получается так, что все это отодвигается на холод, морозы, грязь. Это все будет некачественно выполнено. И мне непонятно, почему. Понимая, что этот объект мы с вами строим и реализуем, свою часть вот так вот взяли и оттащили как можно дальше. Еще раз. Вот Михаил сам говорил. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, служба заказчика недостаточно эффективна. Опыта нет, квалификации нет. И сплошные вот эти проблемы из-за того, что нет в них мастерства. В хорошем смысле слова. Ну и понятно, что ответственность не будет. Это все разговоры. Понятно, что надо конкурс готовить, надо работать с подрядчиками, надо объявлять его, надо объяснять цели и задачи. И тогда будут желающие, и эти желающие, поверьте мне, выстроятся. А так получается у вас, посмотрите, какой объем. Большой объем. А у нас проход сюда только вот с этой части, да? Да, с этой части. Да, с этой части. И там мы сделаем еще, чтобы люди могли оттуда. Да нет, вы не убаюхываете меня, потому что понятно, что вы с той стороны сделаете. Я так говорю о другом. То у вас времени осталось для того, чтобы это сделать с качеством. Вот о чем. Плохо. Вот смотрите, мы на третьем объекте, и еще Заводской район заслушали по тротуарам. И везде замечаем. Денег нет – плохо. Деньги есть – тоже плохо. Денег нет – не работаете. Люди критикуют. Деньги есть – вам надо работать. А работа пока не получается. Тоже критикуют. Поэтому и так, и так у вас пока все одно и то же. А здесь вы делали уже, да? Да, как вы просили, чтобы реставрировать. Вы уложились, да? Да, мы 1 сентября закончили все, вот как мы с вами говорили. Ну вот смотрите, там где вы не имеете отношения, все вовремя. Единственное, проект вы тогда тоже перенакрутили, и по проекту сумма была раздуха. Это вас поправили. Можно же так же было взять и пойти по этой части. Михаил, ходим по колену в пыли, а это все будет грязь. Через недели две-три пойдут дожди, и здесь люди вынуждены будут работу делать все в грязи. Мечтайте в вашей жизни быстрых завможенных. Вот так бывает, не забываем о проблемах, которые были. Наша задача, чтобы недострой передали в область, то можно было бы в этих недостроях квартиры уже достроить эти дома, отдать детям-сиротам, многодетным. Как бы порадовались многодетные семьи у нас, получив квартиру рядом со стадионом. А, Михаил Александрович, вот задачу как надо ставить. Семья приедет с ребятишками, а тут под окнами стадион, с другой стороны парк. А вы их обижаете, многодетные. Нельзя так. Говоря об этом, мы должны с вами во главу всей нашей работы поставить человека. А там, где в семье много детей, мы с вами должны для детей сделать все от нас завище. И возможности для ребятишек. Потому что семья муж и мой, у которых много детей, находится в ситуации сложной. Государство должно помогать. Почему говорю сложно? Потому что детям внимание надо уделять. И, как правило, мама и папа должны этим жить. Это не просто такую ответственность на себя взять. И там, где мы с вами просто обязаны, давайте это делать. Помогая, решая эту задачу. Вот у нас сейчас с октября тарифы стоимости квадратного метра вырастут. Надеюсь, что на рынок придут уже те, кто будет не только панель строить, но и критично жилье, домостроение. А с января у нас еще дополнительно выделить средства для многодетных. Это важно, потому что из этого рассчитывается субсидия им. Как компенсация. Там уже будет с января порядка 36 тысяч. А в середине года будет 38. Поэтому нам нужно все это будет учесть и сделать так, чтобы ученики в Саратове не было на жилье у многодетных семейцев. И квартиры, если вот нам передадут жилье, нам надо посмотреть, чтобы жилье они получали там, где у них рядом работа, чтобы рядом обязательно были садики, школы. Вот такой приоритет у нас должен быть. Поэтому все это должно не заканчиваться словами. Вот раньше здесь была территория стадиона. Этот дом появился, этот дом, этот дом. Все оттяпали. Понятно, что это дорогое жилье, и кто-то на этом заработал. А город потерял. Вот вы обещали нам с высокой стороны, где правильное решение приняли. Идав этот рынок, создать место для отдыха семей с детьми, и кто придет сюда отдыхать. Кто уже этим нужно заниматься, Михаил Александрович. Мы занимаемся, мы сейчас делаем предложения. Вы предложения делаете, вы либо их раздуете через меры по цене, либо ждете, когда за вас это все сделают, а вы там подбираете подрядчиков. Вот у нас еще задача здесь создать в рамках второй очереди стационарное здание для занятий спортом. Вот здесь, где у нас пустырь. Видите? Поле-то восстановили. Все замечательно. А теперь нужно думать о том, как построить место, где будут трибуны, где под трибунами будут заниматься спортом, где раздевалки будут. Много еще можно посмотреть. А вы не можете в входную группу заасфальтировать, плитку положить и реконструкцию провести вот этим марком. Задумайтесь. Что это? Такие вещи несоизмеримые. Вот подрядчик, кто занимался этим. Смотрите, вот арочки сделал. Тут, там. Мело-дорого смотреть. Да. Такими темпами, как город меняет свое отношение к решению проблем, долго мы будем все это восстанавливать. Б3 надо еще делать. Тачки. Трава растет. Растет. Отлично. Директор. Да? Получается ее спрашивать в бункер сразу. Все забивает. Она большая. И вот приходит свое сначала сваливать сюда, а потом уже в следующей неделе. Но вам придется ее все равно оттуда выгребать. А вот, посмотрите, в следующем разом, вот дело с граблями ходит, там уже все выбрано. Это вы директор? Заведующий, да. Заведующий, да? Да. Ну и как вам хозяйство? Лучший стадион будет в городе. Да? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы вот обсуждаем тему подходов, потому что стадион-то у нас уже сегодня преобразился, а ребятишки прийти сюда не могут. Понимаете? Не переодеться нет. Да и не только переодеться. Подойти, подхода-то нет. Вот о чем. А что касается раздевалок и вообще этого сооружения, о котором вы говорите, у нас он в плане. Но при таком отношении к городу, мы вот сегодня уже посещаем третий объект. Мы будем идти к этому как к коммунизму. 70 лет так и не дошли. Вот с вами все то же самое. А хотелось бы взглянуть как там. Да. Ну давайте. Удачи вам. Докашивайте. Пока трава растет. Сейчас погода будет меняться и будет так активно расти. Пусть растет. Пусть растет. Правильно. Пусть растет. А крепче будет. Семена наши. Российские. Да? Высели, да? Да. Говорили, что они делали тресомагу. И нашел, что мы берем проведение, когда Андрей Семена обозначил. Таких животных. Мы обещали. А кричный. Ну вот. Буквально. Зашел. Мы же тогда помним. Заезжали. Мы попросили. Мы не зарежем. Такая шутка. Мы идем за 10 дней до того, чтобы не соберем. У нас. Полово то, что мы стадион сделали, а входная группа не готова. И получится, что хорошо, если они ее сделают за октябрь. Идея, это не работает. Нет ничего. Нет ничего. Хотя бы в ноябре тогда откроется стадион. Ну а если брать те сроки, которые они для себя определяют, то впереди на декабря, понятно, что ни качества не будет. Ни доступа не будет. Поэтому готовься. Ладно. Михаил Александрович, жить в этом надо. У вас не так много точек роста и развития. Их надо брать под личный контроль. Заниматься. Тем более это вообще более творительные проекты. В общем-то, понимаешь, люди могли не пожертвовать сюда денежные средства. А так получится, что деньги пожертвовали, а вход на стадион недоступен. Вот о чем.